С вами познакомимся. У нас есть новички, которые меня видят впервые. Меня зовут Анна Шапира, я ваш вышестоящий спонсор. Ко мне вы можете обращаться по вопросам, по разным проблемам, по заказам. То есть вот все, что у вас происходит, вы можете писать либо мне, либо своим непосредственным спонсорам. Вот сейчас на слайде стоит мой скайп. Можете добавиться ко мне в скайп прямо сейчас. И есть мой телефон. Телефон. Это для WhatsApp. В WhatsApp или Viber тоже можете добавляться. Там есть у нас тоже чаты. И мы там также общаемся. У нас не у всех есть скайп. Не у всех есть возможность постоянно быть в скайпе. С телефона особенно, когда выкидывает из скайпа. У меня такая проблема, например. То мне удобно общаться с командой в WhatsApp. У нас такие же там точно чаты, такие же ссылочки мы скидываем, промоушены. Это все нужно использовать. Итак, что мы с вами вообще делаем? Каждую неделю в понедельник, вторник, среду мы проводим вебинары для новичков. В понедельник мы с вами познакомились. Во вторник вчера я провела вам маркетинг-план, то есть рассказала, за что платят. И у вас, скорее всего, появились вопросы. Ну, кроме моих вебинаров, вы же, наверное, посещали, да, другие вебинары. Были на вебинарах? На каких-то еще поставьте плюсики, кто был. Сегодня, вчера, позавчера, кроме вот 21 часа, где-то еще были? На всех, ну, правильно. То есть обратили внимание, что у нас вебинары идут целый день, с утра до вечера, да, практически. Вам не нужно ходить на все, если у вас мало времени. Вы можете ходить, просто выбрать для себя один-два вебинара. Но вот эти три, которые я именно провожу в понедельник, вторник, среду, вы должны посетить. Ну, не вы, а вот ваши новички должны посетить один раз в понедельник, один раз во вторник, один раз в среду. Все, дальше вы просто обучаетесь на всех остальных наших вебинарах. Вы узнали, что такое вебинары, вы узнали, о чем рассказывают. Это у нас есть для новичков вебинары и есть обучение рекрутингу. То есть вот эти самые важные моменты, где рекрутировать, как рекрутировать, как регистрировать людей, да, потому что наш, вообще наш доход будет зависеть от ваших умений рекрутировать. То есть мы должны будем увеличивать товарооборот, да, мы должны будем наполнять свою команду людьми, мы должны создавать поток людей, а для этого нужно уметь рекрутировать. То есть вот это самое важное умение в нашем бизнесе, вообще в нашей работе. Ну, как у вас, вопросы-то созрели? Или мы можем с вами начать просто по слайдам сейчас пока, обсудить по слайдам, а потом по ходу будут вопросы, или как вы хотели. У нас, кстати, может вы пишете вопросы, я говорю про завтрашний день. Завтра в 18 часов будет вебинар с Романом Крафтом. Он приходил, когда проводил вебинар у нас, рассказывал тему, рассказывал презентацию бизнеса для новичков. Я помню, всем понравилось, прямо писали потом в чатах, так здорово, так интересно, самый лучший, самый крутой вебинар. И на том вебинаре всем хотелось вопросы задать. Помните, там людей было очень много, комната другая, и общий такой вебинар был. Сообщения бежали, бежали в чате, он даже не успевал читать, и он тогда предложил провести отдельный вебинар именно по вопросам. Вот, и завтра будет вот этот вебинар по вопросам от Романа Крафта. Вопросы желательно написать заранее мне в личку. Я спросила вас об этом. Мало кто написал, но есть кто написали. То есть надо будет заранее собрать вопросы. Я сделаю слайды по вопросам. И сама загружу в комнату, в ту, в которую мы пойдем. Это будет по другой ссылке. Роман просто будет листать в слайд и отвечать на наши вопросы. Вот таким образом пройдет завтра вебинар. 18, да, 18. То есть это будет у вас, ну не знаю, это одна из редких возможностей задать вопрос другому совершенному человеку. Я с вами буду каждую среду, каждый понедельник мы с вами будем знакомиться и с вашими новичками, каждый вторник я буду для ваших новичков рассказывать маркетинг-план, и каждую среду я буду отвечать на ваши вопросы, на ваши и ваших новичков. А вот задать вопрос Роману Крафту у вас вот такая возможность на первый раз. Так, вообще на вебинары ходить? Ну вот сейчас же, Лен, зашли вы по ссылочке, да? Ссылки мы находим в чатах. Вы есть в чате? Лен, в чате есть в каком-нибудь? 123, я так понимаю, что это... А, да, да, вот там и ссылочки. У нас вебинары по разным ссылкам, поэтому нужно за расписанием следить. С утра скидывается полностью расписание на весь день. Там вот время, тема, спикер и ссылка. Обратите внимание, там ссылки разные. И потом перед началом вебинара еще раз скидывается. Поняли, да, где взять? Всегда в чатах. В чатах и в WhatsApp есть, и есть в Skype. Да, да, все в чате. Потому что я очень слежу за этим, чтобы менеджеры все скидывали по чатам. Я проверяю иногда, если нету, то менеджеры получают замечания. Если не скинули промоушен. Не переживайте, все будет. Если когда-то не появилось, ну, бывает такое. Бывает, что, ну, может быть, дежурный менеджер просто какие-то дела, да, отвлекли его и все. Мы же все люди. Так, был вопрос, Альбина задала насчет машины Skoda Rapid. Skoda Rapid получается от компании на уровне директора. То есть нужно выйти на уровень директора. Это значит создать товарооборот 250 тысяч рублей. Групповой товарооборот 250 тысяч рублей. Пригласить столько человек, сколько создадут вот такой товарооборот. То есть, ну, чтобы вам проще было, да, считать, легче, поверить, что это реально. Смотрите, 250 человек по 1000 рублей купили для себя помыться. Все, вы создали товарооборот директора. Ну, это открыли директора, да. Потом вот этот товарооборот с нуля нужно держать 8 каталогов. С нуля 8 каталогов. Удержали товарооборот, вы директора закрыли. Любое звание директорское, там, старший директор, золотой директор, старший золотой и так далее. Любое звание нужно удерживать 8 каталогов. Вот, когда звание удержали директора, закрыли, на сайте вы будете видеть, что вы директор, вы получите 1000 долларов, сразу приходит с зарплатой, через два каталога, то есть вот считайте деньги, когда закроете директора, это я не считаю доход до директора, это только бонусы, только премия. Смотрите, вы получаете 1000 долларов, вы получаете еще через два каталога, как закроете, 70 тысяч рублей, 1000 долларов по курсу идет, а 70 тысяч, эта сумма не меняется. И каждый каталог после закрытия вы начинаете получать по 9 тысяч рублей, каталог за три недели, то есть в месяц получается это 12 тысяч. И вот эти бонусы, они идут по автопрограмме, вот 70 тысяч и 9 тысяч рублей идут по автопрограмме. Что можно сделать, как можно этими бонусами воспользоваться? Вы можете прийти в салон Шкода и можно будет взять в кредит вот эту машину Шкода Рапид, именно такую, потому что вот именно на нее компания заключала договор со Шкодой и именно вот на эту машину снижен процент кредита. Ну, я не знаю, как правильно сказать. Процентная ставка, вот Саша подсказывает. То есть выгодно можно купить машину в кредит. И вы оформляете машину в кредит, а компания платит вам вот эти деньги, да, вот 70 тысяч, предполагается, что это на первый взнос вы потратите, и 9 тысяч в каталог, 12 тысяч в месяц, это деньги на то, чтобы оплачивать кредит. Он так и называется, автобонус. У нас есть чеки маленькие, которые нам на мероприятиях выдают, они, там на них и подписано 9 тысяч рублей по автопрограмме. Вот, то есть машину вы покупаете сами в кредит, да, но компания вам платит деньги, чтобы вы с этим кредитом рассчитывались. Вот таким образом. Если вам машина не нужна, я, допустим, Шкоду Рапид не брала, если машина не нужна, компания все равно вам будет вот эти деньги платить. 70 тысяч вы все равно получите, если все условия будут выполнены, и 9 тысяч в месяц вы все равно будете получать. Вот я их сейчас получаю с мая 2014 года. Не в месяц, а 9 в каталог, 12 в месяц. С мая, вот получается, в этом мае уже будет 2 года, как я каждый месяц получаю в дополнительных зарплате своей, вот, которые мне начисляют, получающую автобонус. Могу тратить его куда хочу. Машина, если не нужна, тратим куда хотим. Альбин, я ответила на вопрос, вот я вижу дальше. Спрашиваешь, компания платит? Нет, компания платит нам. Компания платит нам, перечисляет нам. Мы деньги сняли из банка со своего расчетного счета и унесли, заплатили кредит. Вот таким образом. А 1000 долларов, это премия, вы ее тоже куда хотите можете тратить. Можно потратить первый взнос на машину, да? Лен, таблицу процентную какую? Какую именно? Проценты чего? Процентные уровни? А, она в других слайдах у меня. Ты хочешь вопрос задать именно по той таблице, я открою. Давай сейчас посмотрим, что здесь еще за вопросы беру. Напиши, если есть вопрос по этой таблице, я могу открыть. Другие слайды просто. Просто сохранить хочешь? Давай потом тебе дам тогда, в конце вебинара напомню, чтобы я туда-сюда не достала тогда. Я не поняла вопрос, это просто предложение. Вот это вот что, это просто предложение? А, Альбина, наверное, пишет, да? ИП нужно открыть к этому времени. Вы же деньги хотите снять, а деньги мы снимем только, если открыто ИП. Деньги по-другому не снимешь, Альбина. Альбина. Так, Альбина ответила на вопрос. Так, а еще? Есть у нас вопросы? У вас сейчас есть возможность спросить все, что вы хотите спросить. Вообще на любую тему. Вольво? Вольво на уровне бриллиантового директора. Тоже нужно открыть сначала бриллиантового директора. Что такое бриллиантовый директор? Это 6 веток. Помните вчерашний вебинар? 6 веток. 6 директорских групп. И вот эти 6 директорских групп с нуля, 8 каталогов выходят. То есть я должна 8 каталогов удержать уровень. Вот у меня сейчас открыт бриллиантовый директор. Я еще не удержала уровень 8 каталогов. Когда я его удержу, я могу также пойти, видимо, в салон Вольво. Может, Саша меня поправит. Он тут рядом сидит. И заказать себе. Я знаю, что Родионовы заказывали, Долженко заказывали. Да, Саш, так было? Выбирали модель себе, любую. По-моему, Вольво можно было взять любую. И заказывали эту машину через салон. Там, знаете, вот там какой момент? Там в лизинг дается машина. Не смогу, наверное, правильно объяснить. Давайте объясним, как я понимаю. Мы машину эту получаем. Бесплатно, совершенно. Мы за нее не платим. То есть вот смотрите, Skoda Rapid, когда мы получаем, нам компания платит, да? По автопрограмме 9000. И мы носим сами. Вот за Вольво мы не платим. Но за Вольво нужно постоянно выполнять условия. Рост показывает. Я еще не изучала эти условия. Там рост в группах нужно показывать. То есть не просто стоишь на месте, вышел на бриллианта, да? Закрыл этот уровень. Вольво получилось, сидишь, больше ничего не делаешь. Нет, Вольво за рост. Там нужно будет расти. И если ты выполнил условия по росту, ты, ну не знаю, по квартально там, или как они платят? По квартально. Выполнил условия за квартал. Компания заплатит сама. Ну вот в салон, или куда они там платят? Ну, вы, наверное, мой женский язык понимаете насчет машин, да, девчонки? Особенно. Компания сама платит за машину. Если условия не выполнил, то платишь сам. То есть вот за квартал ты должен заплатить сам. В следующем квартале выполнил условия, снова компания заплатила. Не выполнил, заплатил сам. У нас в Уфе, вот когда мы были на семинаре, там нас подвозили бриллиантовые директора с Вольво тоже. На Вольво подвозили. Они получили Вольво. Я тоже у них расспрашивала, как это вообще выгодно, не выгодно. Ну, сложно понять, когда сам до этого еще не дошел. Они говорят, вот в этом квартале мы условия не выполнили. Мы заплатили сами там 1070, по-моему, что ли, за квартал заплатили. А при доходе 300-350 тысяч это в принципе нормально, да, это не много. Это не при зарплате 15 тысяч, тебе нужно заплатить 70. Вот. Они говорят, мы заплатили сами в этот раз. Я спросила, это выгодно вам вообще, даже вот если вы сами платите иногда? Они сказали, да. То есть вот часть какую-то компания платит, часть какую-то мы сами платим, если мы плохо поработали. Ну вот и еще такой момент. Если за Шкоду Рапид нам компания платит деньги, да, мы ее не взяли, но мы деньги получаем. Мы можем выбрать либо деньгами взять, либо машиной. А с Вольво такого не будет. Если мы сейчас откажемся от Вольво, когда закроем бриллиантового директора, то нам компания деньгами не выплатит. Поэтому мы, наверное, отказываться не будем. От Шкоды Рапид мы отказались, мы деньгами получаем. Но у нас никто, директора не стали брать, все деньгами получают. Вот кто идет по этой автопрограмме, кто бонус получает, все деньгами забирают. Я так ждала, что кто-то получит машину, нафотографируем, везде расставим в соцсетях. Нет, ждут Вольво все. И, ну, Вольво, наверное, будем брать, потому что нам не отдадут деньгами. Надежда Линкина задает вопрос, с какого уровня начинать строить свою ветку, а не продолжать спонсорскую. Ну, я так понимаю, по номеру команды, в какой команде вы работаете, и в этой команде начинают как можно раньше. Вот я рекомендую, Надежда, в своей команде, ну, среди своих новичков, я рекомендую с 6%. Вы сейчас на каком уровне? Какой уровень у вас сейчас? 3% можно еще подрастить? Можно послушать спонсора, можно еще подрастить. До 6, если вырастите до 6, то там, конечно, надо идти. И, ну, понятно, все хорошо. Сейчас вопросик убежал. Анюта задает вопрос, звонил вам. А, это не вопрос, наверное, на бирже заработать предлагал. Есть такое. Вот в Арифлейм вы можете быть спокойны, что вас никогда не обманут, что вам никогда не придется куда-то деньги вкладывать. Знаете, вот нужно предупреждать еще новичков о том, что под Арифлейм посят разные мошенники. Знаете, вот я даже такое видела в Одноклассниках. Предлагают зарегистрироваться в Арифлейм и от себя предлагают 500 долларов. То есть, ну, просто вот вдумайтесь. Если я, допустим, регистрирую людей, да, я приглашаю людей, откуда у меня 500 долларов, чтобы я им могла вот эти деньги предложить свои лично, от себя они предлагают. То есть, вот это вот прям идет именно маскировка под Арифлейм. Вы должны понять, что с вас ни за что, никто никогда деньги здесь брать не будет. Если вдруг вам говорят, вы в Арифлейм, вот у меня как раз для Арифлеймов есть вот такое предложение, оно от компании. Вам нужно вот то-то, то-то заплатить, туда-то, туда-то деньги перевезти, и там на какой-нибудь Яндекс кошелек и так далее, потому что это рекомендация компании или что-нибудь такое, да, на электронную почту часто приходят сообщения, вот именно какие-то предложения, какие-то займы, и именно вот там может быть написано про Арифлейм, потому что всем известно, что Арифлейм это не развод, Арифлейм это компания надежная, да, компании скоро будет 50 лет, и пытаются теперь мошенники под нее консить. Не вы сами, не ваши новички, никогда не должны никому никаких денег платить. Единственное, куда вы платите, это вы заказываете себе помыться. Все, Татьяна, а у нас сегодня вебинар по вопросам, не для новичков, по любым вопросам вы зададите вопрос, я отвечу на него, задали вопрос про машину, я ответила про машину. Сегодня мы работаем по вопросам. Для новичков у нас вебинар будет а, он идет сейчас параллельно в другой комнате, может быть, не туда зашла, Татьяна, не на ту ссылку, может быть, вы зашли, потому что мы в этой комнате по вопросам сейчас работаем. Так, вот тут уже сами друг друга учатся, что номер нужно ставить, да. Так, Лена, открыть кредит для оплаты товара только в офисе с паспортом, да. Это называется открыть кредитную линию. Приходите в СПО и там, у них, наверное, есть бланк. Вам придется 2% по-моему от суммы заказа оставлять, ну как за кредит, кредит он не беспроцентный. Кредит выгодно брать, знаете, когда? Когда вы собираете заказ большой и вам нужно, вот если вы соберете заказ, например, на 5 тысяч и нужно его выкупить, а у вас нету наличных денег. Вы в кредит выкупаете этот заказ, то есть что значит кредит? Это не такой кредит, как вы понимаете. Это не значит, что частями вы будете платить. Кредитная линия, это значит, вы пришли, заказ забрали, вам его отдали неоплаченный и вы там срок немножко другой. Нам-то надо быстро оплатить в течение 10 дней, когда мы заказ делаем, надо сразу оплачивать практически. А у тех, кто оформляет кредит, у них срок другой. Он может оплатить позже. То есть он может собрать деньги с людей, например, ну просто я вам к примеру рассказываю, как пользоваться кредитом и пойти оплатить. И все. Вот для этого нужен кредит. У меня, когда хотят девчонке открыть кредит, я говорю, а ты вообще мыло в магазине в кредит берешь? Нет. А зачем тебе здесь кредит? Зачем еще 2% переплачивать? То есть, смотрите, кредит это, если вы хотите заниматься продажами, чтобы вам заказ забирать без денег. С паспортом приходите в СПО и оформляете кредит на юнию. Там нужно будет назвать спонсора своего, возможно, даже спонсору звонят и спрашивают, может быть, надежный, ненадежный человек, ну как-то так. Если ошибка в документах, правильные документы сфотографируют, через мобильный отправить можно. Хотя можно, только смотрите, чтобы было видно все. И серию номер, паспорт, и фамилию, фотографию, все, чтобы хорошо было сфотографировано. Потому что скан-то лучше качества, а фотография можно. Там, главное, чтобы просматривалась. Пусть она будет темная, там некачественная, главное, чтобы было видно. Так, пока спонсорские, даже если люди регистрируют. Анют, мы в этой веточке, в нашей, мы работаем сами, да, я, ну я здесь не буду останавливаться на том, как мы можем с вами регистрировать. Я вас контролирую, и если находится человек, то я просто тебе говорю, куда я его регистрирую. Я со своим не так работаю. Ну а лучше у меня потом это спроси, куда регистрирую. Не написали, а в следующий раз вы будете, когда заходите, у вас уже имя будет автоматически стоять. И просто поставите номер перед именем. И все. Так, сейчас перескочили вопросы. Если деньги предлагают, то это обман. Если вам предлагают, чтобы вы заплатили, или вам предлагают какие-то деньги, просто люди, вот в интернете предлагают какие-то деньги от себя лично. Это обман, конечно. Вообще никогда ни на что не ведитесь. Знаете, они могут еще писать, вот вас учат рекрутировать, но у вас ничего не получается. А это же нормальная, да, ситуация, когда вы рекрутируете, а у вас ничего не получается. Это нормально, мы с вами об этом говорим всегда. А вот эти люди как раз, на вот этой нормальности, на таком рабочем моменте они могут зарабатывать. Они говорят, вы рекрутируете, а у вас не получается. Вы месяц уже проработали, а у вас, вас спонсор плохо научил. Да, давайте заплатите мне сейчас деньги, я проведу с вами такие курсы, что у вас регистрации будут на автомате. У них так и называется регистрации на автомате. То, что они там предлагают на этих курсах, у нас же покупали многие. не многие, но были девчонки, которые покупали, увидели вот это вот регистрации на автомате, что даже платили за это 5600 рублей, сейчас уже этих девчонок даже нет. Они спрашивали у меня, что это такое, я заплатила, и никаких регистраций нет. Я говорю, а кто где сказал, что нужно платить? 5600 это стоило, заплатить за тренинги. И вот эти тренинги, они по содержанию были намного проще, чем наши вебинары. То есть никаких там регистраций на автомате не будет, никогда в это не верьте. Бесплатный сыр, знаете, да, где? Работать нужно, учиться нужно, да, и работать нужно. Да, вот Анюта правильно пишет, если есть вложения, если просят деньги, да, вот если нет товара, нет продукта никакого, просто деньги, а за что деньги платить? Вот за что? Если мы у нас платим деньги, да, в Арифлэм, мы платим, но на эту сумму нам приходит продукт. Мы в магазине также отдали, да, получили взамен своих бумажек молоко, или там шампун, в магазине кто покупает. Здесь то же самое, мы заплатили, мы купили. Как различить, отличить от лохотрона? Там ничего вам не дадут взамен. Вы деньги вложите и будете как дурачок сидеть ждать. Кто мне когда скинет еще, ну как обещано-то было, мне тоже такие предложения приходили, вложить две тысячи, на выходе получишь там то ли двенадцать, то ли сколько. А люди ведутся на это, потому что это проще, да, они готовы вот эти две тысячи из семьи оторвать, ребенку лишний раз яблоко не купить и ждать сидеть, что вот две потеряю, зато двенадцать приобрету. Но это глупость, конечно. Не приобретете никогда. У нас в команде, не в моей параллельной, есть люди, семейная пара, они попали в какую-то до Арифлей, в какую-то пирамиду. Саша, сколько они вкладывали? Ну, про вашу. Как это вложили, он не знает, наверное. Наверное, ой, тридцать, что ли, тысяч. А вернули через год только пятнадцать. Вот представьте, тридцать тысяч вложили, им там обещали большую сумму на выходе. Через год они с большим трудом вернули свои пятнадцать тысяч. Это даже тридцатку свою не вернули. Поэтому никуда ничего не нужно вкладывать и платить, и переводить всяким мошенникам за то, что они вас научат делать регистрации на автомате. Вы сами их научите. Я так пишу. Когда мне предлагают, я говорю, спасибо, неактуально, я сама могу вас научить. Потом мне написали как-то, какая-то тоже компания непонятная. Они мне предложили, видимо, по фотографиям посмотрели, что я не просто там консультант, что у меня команда там большая, фотографии же. Они о многом говорят. И мне предложили для моей команды какие-то там тоже не то курсы, не то что. А я что-то не в настроении, видимо, была. Я им написала, если вы по моей команде будете рассылать это, я подам на вас в суд. Вот. И они больше мне ничего не писали, только сказали спасибо там за что-то. Если захотите с нами сотрудничать, всегда к нам обращайтесь. До директора я дошла за 10 месяцев. 10 месяцев, ну, как вы знаете, я на работу же ходила, поэтому долговато шла. Здесь доходят быстрее. В СПО Надя спрашивает, за какие услуги в СПО берут деньги при получении заказа. Есть такое понятие, как деньги за обслуживание. Есть на всех СПО по-разному. Где-то процент от заказа. У нас было вообще невыгодное СПО, у нас 4% от суммы заказа брали. И так как у нас заказ всегда большой был, нам приходилось платить по 200-300 рублей еще в СПО. В некоторых СПО просто сумма фиксированная. Где-то 10 рублей, где-то 20 рублей, где-то там 50 рублей. То есть по-разному, неважно какой заказ, вот есть сумма. Смотрите, когда я возмущалась, звонила на горячую линию. А, я возмущалась, потому что с одного консультанта нашего хотели взять 20%. Мы даже записывали тогда разговор по телефону, сами звонили, говорили, что я консультант, хочу прийти за заказом, сколько я должен заплатить вам на СПО? Потому что консультанты пожаловались, нам пришлось брать 20%. То есть смысл, да, вообще, человек получает скидка тогда 18% была, человек получил скидку 18% оцен каталога на СПО, заплатил 20% от суммы заказа. Я, конечно, начала звонить на горячую линию, возмущаться, там, что это такое, это новички у нас деньги только теряют, они приобретают, не экономят. И мне тогда на горячей линии сказали, что имеют право брать от нуля до 5%. Потом прошла такая акция, не акция, как в проекте, что ли, участвовали некоторые СПО, вот наша Новосибирская область участвовала, то есть нам повысили плату за доставку, но убрали вот эти вот деньги, которые платятся на СПО. Но самый первый, вот наш, наш новосибирский филиал, он самый первый участвовал вот в этом проекте. Мне стало выгодно, потому что наша доставка раньше стоила 67 рублей, вот смотрите, разница, да, было 67, стало 102, но 40 рублей подорожало. Зато мы не стали платить в СПО. Если мы платили по 200-300 рублей, то нам выгоднее, вот доставка подорожала, на 40 рублей, все, мы в СПО приходим, деньги не отдаем. Конечно, у нас менеджер СПО первое время немножко повозмущалась, повозникала, как это так, нам на что жить, нам на что аренду платить и как. Но мы добились своего, не стала она у нас брать. И сейчас я слышу, что в некоторых, во многих сейчас филиалах тоже отменяют вот эту вот плату за обслуживание. Это не за доставку, многие путают, говорят, что за доставку. За доставку она в заказ входит, там накладную. Это называется плата за обслуживание, аренду они этими деньгами платят. Вот, поэтому надо смотреть на горячей линии и узнавать, именно в вашем регионе, в вашем филиале отменена вот эта вот плата за обслуживание или нет. Там прям официально отменили и плату за доставку чуть-чуть повысили, чтобы менеджеры уже на СПО ничего не платили. Я сейчас прихожу на СПО, забираю совершенно спокойный заказ, ничего не плачу, пусть меня никто ничего не спрашивает. А есть еще такая услуга на сайте, можно вместо доставки выбрать продукт. Когда до конца доходите с заказом, уже когда цена высветится, адрес вы выберете, и вот дальше идет выбрать продукт за доставку. Прям табличка такая, несколько продуктов, там их мало. Ну, я всегда нахожу, что выбрать. Либо блеск для губ, там беру, например, или для волос, там средства какой-нибудь, пену для бритья, как там убрали, очки брали, ну, такие неплохие, прям несколько раз я, были очки вот в платье за доставку, я брала, всем надарили, раздарили мужские. Вот, и получается, что ты за доставку не платишь, а вот этот продукт оплачиваешь, все, выгодно уже было. Я вообще стараюсь лишних денег не платить. От какой суммы доставка на дом? Доставка на дом любая, может быть, любая. Вы здесь должны понимать, что доставка на дом, Настя, не в каждом городе, только в больших городах. У нас как-то в какой-то поселок девушка тоже, консультант заказала, почему-то высветилась доставка на дом и сидит, ждет. Курьерская доставка ни в какие деревни, ни в таких маленьких городах нету. Только большие, типа вот Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ярославль, большие города, филиалы. Вот там есть доставка на дом. Вот у нас в Новосибирске, по-моему, 150 рублей стоит доставка на дом, по-моему, так, я могу ошибаться, потому что я этим не пользуюсь. А от 3 тысяч, если кто есть в чате, в комнате, если вы знаете, от скольки, по-моему, от 3 тысяч у нас я так у Лакина говорю, бесплатно. Нина задает вопрос, с какого времени я начала рекрутировать с первого дня регистрации, сразу же. Прямо вот сразу меня зарегистрировали и ночью. Я рассказывала, когда историю слой, это регистрация, ночью прошла, заказ сразу сделала, я пошла рекрутировать. То есть я еще не знала, как это делать, мне еще не успели рассказать, никакие инструкции показать. Я смысл бизнеса поняла, я поняла, что здесь скидки есть. Я пошла своей подруге написала. Нет, даже это не подруга была, это просто была однокурсница по институту. Просто она оказалась тоже не спавшей в эту ночь. Я ей написала, она говорит, а что это такое? Я говорю, ну, в Эрифлейм работаешь, вроде много денег обещают, но как я могла рассказать на уровне новичка? Я ее сразу зарегистрировала. Она говорит, ну, давай попробуем. Правда, она работать не стала, ее уже удалили. Так, вот пишет Елена, пишет Совкат, пишет, что продукт можно, да? СПО открыть, или что Совкат? СПО открыть можно с уровня 12%. 12% делаете и открываете в своем населенном пункте СПО. Только там нужно смотреть, если у вас много СПО, то ваше СПО будет неактуально, люди ходить-то не будут. А вот есть такие города, в которых либо вообще нет СПО, либо одно, да, неудобно людям. Одно СПО, тогда можно. Почему нельзя регистрировать родственников? Можно. Регистрировать родственников можно. Вот сейчас все, кто в комнате находится меня, внимательно послушайте. Почему внимательно? Потому что я говорю одно, а вы понимаете совсем по-другому. Смотрите, что про родственников, какая история с родственниками. Есть устав, устав, который мы не должны нарушать. В уставе написано, если, давайте я буду прям с родственниками называть, чтобы вам так понять не было. Если у вас зарегистрирована мама где-то в Арифлейн, вот просто мама зарегистрировалась, да, мама, папа, сестра, брат, муж, жена или ваши дети. Поняли, да, близкие родственники? Не тети, не племянники, не бабушки, прабабушки, не кошки, жучки там и так далее. Мышки. То есть вот близкие родственники, дети, муж, жена, родители, братья, сестры. Поняли, да, какие? Если вот эти родственники зарегистрированы где-то уже в компании и вдруг вы нарисовались такой, да, хотите зарегистрироваться у нас, что мы вам сказать можем? Вы должны регистрироваться только там, где зарегистрированы ваши родственники. Только там, не в другой структуре. То есть по уставу все родственники должны быть зарегистрированы вместе. Вот, Фаиза, вы задаете вопрос, почему нельзя регистрировать родственников? Можно, но родственники должны быть все вместе. Нельзя регистрировать в другую структуру. Например, мама зарегистрирована где-то, да, ну, не в продвижении, вообще где-то зарегистрирована, у других людей. Может быть, она даже просто покупает для себя. Не важно, она зарегистрирована. то вам регистрироваться только у мамы, только в той структуре, где мама. Тогда вам к нам нельзя. У нас в регистрационной форме стоит вопрос, должен стоять вопрос. У меня он стоит, ну, где фамилия, имя, отчество, вот это все написали, телефон, электронка. У меня последний вопрос стоит. Вы или ваши родственники зарегистрированы в АРФ? То есть, отвечают да или нет. То есть, они должны подтвердить, да или нет. Если зарегистрированы родственники, то я их у себя уже, вот этих людей, которые заполняют форму, регистрировать не могу. Мне запрещено их регистрировать у себя, потому что у них родственники зарегистрированы в другой структуре. Я сейчас понятно объясню? Что я вижу? Тут вы про отмену пишите пока. Витамины для детей безопасны. На побочный эффект никто, надежда, не обращался никогда. При этом, сейчас очень много детей астматиков, астма, я не знаю, это аллергическая какая-то астма или что. У меня просто у дочери не было, а я часто в чатах вот это вижу. И побаиваются вот при таком диагнозе давать вылнос. Кто давал? Вот эта астма проходила. Про плохие какие-то ощущения или аллергию или еще что-то побочные эффекты никто не писал вообще никогда. Причем детский, детская омега, это рыбий жир же, детская омега на баночке, на бутылочке написано, что с трех лет все лидеры дают звук с трех, с четырех месяцев там по капелькам. Потому что вот с трех лет там уже прям чайную ложку давать надо, ну прям доза такая хорошая, большая. А маленьким по капельке дают. Но это я не рекомендую вам, давайте просто рассказываем, как дают. И никто никогда не жаловался на побочные эффекты. Наоборот, вот дети не болеют. Я приходила когда-то, тоже на уровне новичка, на вебинар, и вот мужчина молодой рассказывает про детей, у него там двое ребятишек, что-то поразовалось. А я у него спросила, в чате написала, а что у вас в аптечке дома есть? А он говорит, а зачем нам аптечка, мы будем испьем, но дети не болеют. То есть даже можете не переживать. Так, про доставку сделали. А, вот Света в чате, да, Свет, я тебя ждала, написала. До 3000, то 150, да, а если после 3000, то бесплатно. Так, Андрей, кому-то отвечал, видимо, но я пропустила. Напустила вопрос, наверное. Сижу, жду. Наталья, чего ждем? Я с этим столкнулась, сижу, жду, вы просто быстро вопросы написали. Андрей в другую ветку написал, тоже не поняла, про что. А, вы что? Если про перерегистрацию, нельзя. Давайте так, вот такой вопрос, а почему так придумали, с чем связано, видите, у меня, другие вопросы открыты, я поэтому теперь уже не понимаю, о чем вопрос был. Почему так придумали, с чем связано, Павел спрашивал. Наверное, про устав, да? Если про устав, Павел спрашивал, то это для сохранения структур. Представьте, вот сам зарегистрировался тут, жена зарегистрировалась где-то в другой компании, в другой структуре, и побежали туда, где лучше. А я так хочу, чтобы вы у меня остались, да, я буду в компанию обращаться, конечно, просить компанию, чтобы она приняла более строгие меры, чтобы мой Павел остался у меня, и жена его, естественно, тоже у меня. Это для сохранения структур, так и написано, если кто-то устав был. Алексей спрашивает, вдруг не знает, зарегистрирован или нет Робтингер. Вам ничего не будет за это. Если вы, Алексей, будете специально это делать, да, ну, это все раскрывается очень легко, сами себя издают люди, в основном. Если будете делать специально это, то вас терминируют, вас за нарушение. Специально перетягиваете людей, это называется перерегистрация, за это могут терминировать того, кто это делает. Если вы это делали не специально, например, вас обманули, вам за это ничего не будет. Чтобы себя обезопасить, нужно в форме поставить вот этот вопрос. Человек должен подтвердить, пусть он там напишет, да или нет, зарегистрированы его родственники или нет в компании. И, по крайней мере, не будет таких ситуаций. Я недавно в чате сбрасывала. Мужчина разгневанный, очень разгневанный, написал прям там чуть ли не с матерками. Ну, что-то грубо как-то он писал, такое длинное прям сообщение. У них произошла такая ситуация. Его жена зарегистрировалась, работала, по-моему, год или два, и дошла до 18%. А потом открылось, что у нее нарушение. Ее терминировали. И, то есть, смотрите, вот этот год работы, вот эти ее бессонные ночи, старания, да, подавания объявлений, работа с людьми, оно ушло просто вот в никуда. И вот этот муж, он тогда писал, да, как так можно, да, почему вы не объяснили, почему вы к людям так относитесь, почему такая ситуация вообще в вашей команде произошла. И вот чтобы вам люди так не говорили, у вас в форме должен стоять вопрос, чтобы люди подтвердили, что они не имеют родственников в компании. Вы просто себя обезопасите. Когда человек тот начнет кричать, возмущаться, там в чате материться, вы можете так, стоп, вот смотри, ты сам писал, что никто не зарегистрирован. Обманул? Так а где ты, почему крайне пыщешь? Сам виноват, что обманул. Еще знаете, какое нарушение устава есть? Если вы работаете, вы зарегистрированы в разных компаниях, да, есть у нас же такое, видели же такое? Один человек зарегистрирован в Эйвен, в Морикей, в Коберлик, у нас в команде тоже такие есть, которые везде зарегистрированы и продажей не занимаются просто. То есть вот до уровня директора вы можете еще это делать. Это не является нарушением. А когда вы откроете ИП и заключите договор с компанией, то в этом договоре написано, что вы не имеете права быть консультантом другой компании. И за это могут терминировать. У нас в команде был такой случай, с уровня золотого директора и терминировали девушку за то, что она в Эйвен еще работала. Она надеялась, что она никто не узнает. Но это очень быстро раскрылось и ее терминировали. Просто уровень золотого директора. Она получила 70 тысяч рублей, она получила премии 1000 долларов, полторы тысячи долларов, две тысячи долларов. Она получала доход. Просто вот человек оказался у нас жадный, да, до денег. И остался ни с чем. Ну, про родственников Павел пишет. Но я думаю, что я там догадалась, ответила на вопрос, да. Дети не будут болеть, и это 100%. Команду, видимо, в хорошую, по ИЗА попали. Савкат подсказывает. Да, Свет, конференция будет проходить в Сочи. Ну, да, я знаю. Все бесплатно, Саша мне подсказывает информацию. Бесплатно, бесплатный перелет из городов, из ваших, из филиалов будет в Сочи. Там даже если с пересадкой или без пересадки, но это будет все бесплатно для вас. Проживание, питание и перелет. Ну, из филиалов, я же говорю. Да. Да, надо узнать. С другой стороны, если... Давай с тобой пообщаемся после. Напиши мне после, Велина. Посмотрим, что там у тебя сестра у тебя. Так, все. У меня веселые девочки из команды 132 между собой общаются. Так. Ага. Нина задает вопрос. В сентябре работала в Эйвен, но сейчас уже не занимают. Только не знаю, существует ли мой номер. Сейчас нет проблем. Дело в том, что когда будете ИП открывать, главное, чтобы на тот момент номера не было. Ой, не ИП даже, а когда договор с компанией будете заключать. Я вот, знаете, тоже к этому серьезно не отнесла. Мы просто удивились, почему, думаю, девчонка вышла из чата. Начали спрашивать у Алены. Оказалась вот такая ситуация. Как-то вот... Как мы обычно подписываем договор? Я договор этот, честно говоря, не читала. Он у меня лежит дома. Я его не читала. Подписала и все. Даже, знаете, не подумала. У меня тоже был номер выгон раньше. Но это было лет 7 назад уже. Думаю, что он уже удалился. Там же тоже сроки есть. Вот и все. Так же. Да и вообще, смотрите, у нас же многие были где-то когда-то зарегистрированы. Здесь просто смотрите, чтобы у вас номер был удален на тот момент. Даже если вот вы сейчас, да, пусть не 7 лет назад, а вот сейчас, вот на сегодняшний день, вы, допустим, покупаете для себя Эйван и Арифлейн. Как только вы открываете ИП и заключаете договор, просто пишите заявление на терминацию того номера и все. У нас женщина вот здесь вот в нашей команде спрашивала, у нас в какой-то сетевой компании тоже зарегистрирована. Говорит, я там не продаю, я только для себя покупаю. Я писала АТСМУ, скидывала прямо ее сообщение, спрашивала, как вот женщина покупает для себя там какой-то продукт здоровья, не знаю даже какая компания, но сетевая компания тоже. И мне АТСМУ сказал, когда будет заключать договор, не должно быть номера. То есть вот здесь уже 100%. Паспорт три раза сменился, это ты про че, Ирина? Про родственников? Смотрите, про родственников. Очень интересная ситуация. Паспорт сменился, я дам неверные данные, у меня там фамилия другая, у меня там еще там чего-то другое. Но дело в том, что все люди, которые приходят к нам с нарушением, они сами себя выдают. Сами себя выдают. Зачем сидеть, как на иголках? Вот представьте, вы готовы тратить время 8-10 часов в сутки, чтобы точно не знать, что вы эти деньги снимете? Вы их заработаете, вы будете видеть их в личном кабинете, пойдете открывать ИП, вам узнали, что вы терминированы, что у вас перерегистрация, у вас нарушение. У нас девчонка зарегистрировалась, разные истории вам сегодня рассказываю. Девочка зарегистрировалась с нарушением. Мама у нее в компании, она даже была до уровня директора, доходила, потом она упала, и они решили, видимо, к нам в команду попасть. Естественно, все это сделали, мы даже не заметили, зарегистрировали, девчонка работает, на 18% вышло месяца за 4, наверное, очень быстрый рост был. И что вы думаете? Вот как вообще открылась вот эта ситуация? Вообще никто никогда не знал, что это перерегистрация, что это нарушение, работали, да и работали, она на планерках у нас подключалась. Я, она в моем филиале. Я смотрю в чате в нашем, в Новосибирском, в региональном, там где Асм, всех поздравляют, директоров. Я смотрю, там менеджеров поздравляют, я пишу своему Асму в личку, в скайпе. Я говорю, а у нас тоже есть менеджер 18%, очень активная, хорошая девочка, и называю фамилию. А мне Асм сразу, а у нее маму как зовут? Я говорю, а что случилось, не перерегистрация, что ли? Она, подождите, пока ничего не делаете, я начала сама выяснять. И я, ну, увидела, да, что это перерегистрация. Я связалась с мамой, и девчонку сразу это терминировали. Прямо сразу в момент, плакала она там, конечно, очень. Мама переживала. Ну, вот такое произошло. То есть, не надо надеяться на то, что вас не заметят. Хоть и паспорт 10 раз поменят, ну, хоть что. Вы сами себя сдадите. У нас еще истории были, когда из одной команды в другую пришел, а потом своему старому спонсору похвалился, а я на 9% вышел. А, как это ты на 9% вышел? Где вышел? Ты у меня в команде даже заказы не делаешь. Оп, сразу заявление в компанию и терминация. Как узнать на горячую линию? Позвонить. Там в Эйвен, если зайдете на сайт компании, просто на сайт Эйвен, там есть горячая линия. По паспорту так же. Если паспорт верный давали, а, наверное, про это, Ирина спрашивала, если паспорт поменялся. Ну, по другим данным, другие данные же все равно верные. Отчисление в пенсионный фонд и на каком процентном уровне, а это не от процентного уровня зависит, не от этого. Зависит от того, как вы откроете ИП. Смотрите, в пенсионку мы платим, Саш, сколько заплатили? 22 тысячи в год, вот в этом году было, в 15-м году, 22 тысячи в год. Смотрите, вы находитесь на нуле процентов, вы новичок. Если вы откроете ИП сейчас на уровне новичка, вам придется платить в конце 16-го года пенсионку, 22 тысячи. Не важно, заработали вы или не заработали. Если вы откроете ИП на уровне там 9%, тоже не важно. Вы будете платить на этом уровне, тоже 22 тысячи. Поэтому мы не рекомендуем рано открывать. Зачем? Вы деньги только потратите, у вас еще дохода нет, а вам уже платить в пенсионку. Пенсионку нужно. Мы рекомендуем открывать на уровне директора, ну хотя бы 18%. Тогда уже к моменту снятия денег у вас будет, ну вот у меня было 160 тысяч. 160 было, но пенсионку заплатили, там сколько себе осталось. То есть не ноль осталось, деньги остались. А такие истории вам, конечно, полезны. Через каждый каталог можно подняться на 3%. Можно Фаиза прямо в первом же каталоге на 22% выйти. Можно на 3% сидеть год целый. То есть это тоже, ну здесь вас никто ограничивать не будет. Здесь знаете, какая ситуация тоже вспомнилась, мне сегодня в чате писала. У нас девочка так очень и очень с трудом росла, прям совсем туго росла. И спонсор почему-то не помогал, вот она сама копошилась и особо не слушала то, что я ей говорила, и на связь не выходила. За год она вышла на 3%. Просто вот год, представьте, год выходить на 3%. Люди директоров открывают и закрывают за год. Она на 3% вышла. И в следующем каталоге она этот уровень не удержала. Она вышла на 3% и упала. Все. Больше я эту девочку не видела. Она просто пропала и все, ушла. Дописаться не могу, достучаться не могу. Вообще вот, ну никак, не отвечает и все. Что происходит в команде после ее ухода? Как только она ушла, под ней появились активные люди. Это Таня Филимонова, это Катя Калача. Знаете этих людей? Уже Таня вот сейчас в комнате находится. Это Николай Чанчиков. Это менеджеры. Они уже на 9% скоро будут на 12%. То есть девочка вот эта сдалась прямо перед самым ну, ростом. Сейчас рост пошел. Команда у нее растет. Но она, скорее всего, этого не знает. Мы ей писали везде, в ВКонтакте и в Скайпе. Ну вот, устала работать. Когда, как только она ушла, сразу девчонки начали расти. Да, Таня узнала спонсора своего? Вспомнила? Так, Любовь спрашивает. Зарегистрированный потребитель выберли. Сейчас? Да, да, да. Сейчас можешь брать, Люба, а потом нельзя будет. Когда договор заключишь с компанией, вот там в договоре оказывается написано, мы когда у нас девочку эту терминировали, мы ее не терминировали, заблокировали, пока компания заблокировала на 2 года, мы все побежали читать договор. Все начали вспоминать у кого, где, какой номер, где, кто регистрировался. В договоре мы потом, конечно, это же нашли, начали фотографировать, там, скидывать в чате, оказывается, там правда написано, а до этого мы не читали. Вообще, да, Настя, удаляют, но знаете, какая проблема бывает? Бывают, нечистоплотные спонсоры с вашего номера могут сделать заказ. Такая ситуация тоже бывает. Вы сроду даже там не покупали ничего, да, а спонсор взял, пробил с вашего номера заказ, чтобы не удалили вас. Такое, к сожалению, бывает. Не часто, но есть. Света написала, наверное, про эту девочку, да, ну, представляешь, как обидно, да, мы-то понимаем, что это значит, когда под тобой появляются самостоятельные люди, это вообще счастье. А тут под ней появились и не один, там целая команда, у них там чат свой, свои планерки. Она взяла, ушла. Все, нет ее больше. А можно будет потом любовь, если что, это заявление просто написать на терминацию, не будет проблем. Это же компании, вот эти все сетевые, они все работают по-честному, все работают по уставу. Если кто-то заказ пробил с вашего номера, это сам лидер пробил, ну, спонсор ваш. Это не компания, от компании это не зависит. А сами компании, руководство компании, это нет, конечно, там все по-честному должно быть. Так, вы зарегистрировались по виду на жительство, я так понимаю, да? Как только получите российское гражданство и паспорт, просто документы предоставите в компанию, все поменяют. Все поменяют. Вопросы кончились? Давайте, знаете как, вот как только вопросов нет, вы сидите такие задумались, да? Вы просто начинаете дописать спасибо, 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 чтобы я понимала, что все на сегодня исчерпано. И тогда мы будем заканчивать. Так, Фаиза, я хочу зарегать девушку, которая занимается фиберликом. Да, может заниматься и там, и там, понять, где лучше, да? Потому что они регистрируются, просто как потребители. Вот смотрите, вы открываете свой кошелек, открываете свой кошелек, у вас там много дисконтных карт. Если вы одну карту получили, вы же имеете право получать в другом магазине другую карту, в третьем магазине третью карту. Вы же не сотрудники этого магазина, да, это просто дисконт. Это просто дисконт. скидка. И здесь то же самое. Когда человек просто зарегистрировался, это дисконт. Когда он начинает работать, все, он здесь серьезно, да, он уже начинает пользоваться одной какой-то компанией. К заключению договора, там вообще, конечно, надо будет все это истребить, чтобы не было. А пока вы просто как потребители уже зарегистрированы. Пока ИП не открыли, пока договор не заключили, вы просто получаете скидку. А для новичков что, Фатна? А для новичков. А что для новичков? Так, Юлия Тарасова, сколько по времени идет доставка с момента отправки? Если вы живете в город, напишите, город какой. У нас идет 2-3 дня. Ну, 2-4 дня. Вот так. Если в понедельник я сделаю, я в среду получаю. Если во вторник сделаю, то получу в пятницу. И у вас так же. Курск нормальный город. Хороший город. Я имела в виду, знаете, вот есть далекие города. Калининград, например, потом Дальний Восток, вот там есть от сервисного центра далеко расположены города. И у них доставка может быть неделю или две. А если вот такая центральная Россия, вот это вот все, это все нормально, быстро, два раза в неделю доставка. Получается, что два-три дня. Павел, во-первых, мы их не превратим пассивных в активных. Средства, вот единственное средство, которым я пользуюсь, это я рассказываю в СМСке. В СМСке рассказываю, какая под ними команда и какой под ними товарооборот. Больше средств других нет. для меня нету средств. Вчерашний вебинар, вспомните, Лена, которая вверху была веточки с нулем баллов. Что я вам говорила? Что нужно сделать? Написает Лене, что под тобой товарооборот уже 800 баллов, но проще не в баллов написать, а в рублях. Это 27 примерно тысяч рублей. Это на людей действует хорошо. Под вами товарооборот 27 тысяч рублей. Вы хотите получить процент с этого товарооборота? Это же под вами товарооборот, но я так пишу. Вы хотите этот процент получить? А если не хотите, то ваши деньги уйдут другому человеку. Но у меня всегда один. Один текст таким людям. А если он говорит, да, я хочу, я говорю, ну давай тогда в чат работать будем, учиться, а так просто ты не получишь. У меня, конечно, были люди, которые на такие сообщения прям делали рассылку массовую на почту. И в рассылке я вот эту табличку, которую с меня Ирина сегодня спрашивала. С процентами. Вот там на каком процентном уровне какой доход? Ну это по маркетинг плану компании. Например, там на 3% 500 рублей, вот это я все в письме прям писала, 3% 500 рублей, там 6% 1000, 9% 3000, так расписала, 18% там 8000 рублей или 10. И список. Вот представьте, когда человек видит вот эту табличку и видит список фамилии и кто на каком уровне. Он себя в этом списке находит, видит, что он на 18%, смотрит в табличку, нифига себе, я 18%ник, у меня 10 тысяч, и начинает писать. У меня одна женщина, ей 67 лет, такая пенсионерка, уже прям отважная была. она мне всегда на эти письма писала ответ. Она говорила, пожалейте пенсионера, не обманывайте меня, вот я вижу, что я на 18% должна получить 10 тысяч. Где мои деньги? Заплатите мне хотя бы авансом, и тогда я как начну работать, я, ну, то есть, не могла с ней вообще биться, никак, я культурно отвечаю, она, вы издеваетесь над пенсионерами и так далее. Заплатите мне, если вот я достигла такого-то уровня, ну, были такие непробиваемые люди, но потом просто перестала писать, или, возможно, я ее заплатировала, потому что там вообще никак. И парень был, тоже молодой, он увидел вот это вот, что на каком-то уровне там был, и тоже заплатите мне, и все, я время здесь проводил, что-то объявление подавал, и я на вас подам в суд, потому что вы мне обещали, что через месяц у меня будет вот столько, ну, или за месяц, мы же через месяц не обещаем доход, у нас отсроченный результат, мы это все понимаем. Ну, мне что оставалось делать, посмеяться только, и все на это. Я написала, наверное, и заблокировала тоже. Мордовия, а что такое Мордовия вообще у нас, а что такое Мордовия? Ну, это Россия, Республика Мордовия, А город там нужно знать какой. Есть там вообще филиал, там сервисный центр? Где находится-то вообще, Игорь, ну, это Центральная Россия, или где? Юг, там, Восток, не знаю даже, где находится. Мне кажется, это больше как Центральная. Там, если Центральная Россия, то с доставкой должно тоже быстро быть. Так, стартовую программу не до конца поняли. Волшебный пендел, ну, это да, будет получать. Кто хочет, короче, много зарабатывать, тот будет много пенделей получать. Ну, так есть у нашей команды. Ой, сейчас где-то вопрос потеряла. Кто-то спросил про стартовую. Стартовая программа для новичка. Четыре каталога подряд делаете заказ на 100 баллов. Зарегистрировались, в этом сделали каталоге 100 баллов, в следующем сделали 100 баллов, в следующем сделали, и вы за каждый шаг, за каждые 100 баллов будете получать подарок, набор продуктов, подарок. Афаиза, если мы поднимемся на 12, то можем открыть СПО там, где захотим, да? Ну, для открытия СПО нужно будет ИП сначала открыть. Без ИП не откроют СПО, не дадут вам открыть. Мордовия, Казани относится, да? в Саранске. А вот скинули мне Мордовия, Республика, и если вот в европейской части, там густонаселенная же у нас местность, поэтому там должно быть нормально. От Нижнего Новгорода недалеко, но это нормально все, это не окраина России, доставка быстрая тоже будет. Таня, это кто-то написал знакомой компании или это вы пишете? Кто-то написал, я так понимаю, да? Работал в этой компании. Смотрите, если человек работал, не работал, нет разницы, он зарегистрирован в компании, покупал для себя, либо работал, либо продавал, нет разницы, главное, что зарегистрирован. И регистрироваться повторно можно будет только, если номер удален. А номер удаляют сейчас по новому уставу через два года после последнего заказа. Вот если Таня, она делала заказ последний два года назад, то ей можно будет снова регистрироваться. А точно узнать на горячей линии, телефон горячей линии, просто звоните туда и спрашиваете, называете фамилию, имя, отчество человека, паспортные данные его, и там горячая линия находит этого человека и говорит, нет, его можете снова регистрировать. Или есть он, значит регистрировать нельзя. ИП это индивидуальный предприниматель, бизнесмен, бизнес ИП. Город какой-то незнакомый. Ну я думаю, что если вот пишут недалеко от Нижнего Новгорода или Казани, то там нормально. Павел, у вас по Ярославлю прям доставка. У вас из Ярославля идет, Павел, к вам. У вас есть сервисный центр, там склад. В Ярославле есть, вы относитесь как раз к своему сервисному. И по городу просто доставка. Помощники у меня тут. Ну все тут бизнесмены, да. Только мы пока как бы не оформились в налоговой. Не все оформились в налоговой. А чтобы открыть ИП, нужно идти в налоговую. Свою деятельность там нужно зарегистрировать. Так. Если вопросы пропускала, можете повторить. Потому что, когда много пишете, я туда-сюда начинаю бегунком ездить, и сбивается все. Если вопросы закончились, пишем просто спасибо, спасибо, спасибо. Одну сегодня не забава. Саша отмечал, кто у нас в проекте и на вебинаре находится. Так. Вопросы мне можете в личку написать еще к Роману правду, какие у вас есть. Хотите, если самые... Ага, все, вижу, что заканчиваем. Хотите, самый-самый какой-нибудь сложный вопрос создается, дайте он вам расскажет. Все хорошо. Кто-нибудь от себя добавить? А я сегодня все от себя вам рассказывала. По-моему, вы не можете со мной сегодня расстаться. И я с вами. Да, все правильно, софтат. Крафт завтра в 18. Вопросы мне писать в скайпе в личку, потому что я должна слайды сделать. Ваши вопросы на слайды. Без фамилий. Это будет все без фамилий. Просто вопрос на слайды и все. Любой можете задать. Ну ладно, давайте. От себя вам добавлю только удачи, потому что у нас закрывается каталог в субботу. И вы должны сделать уровни. Вы должны не пропустить квалификацию на менеджерскую конференцию на бесплатную поездку в Сочи. Вот это нужно сделать. моих вопросов не было, но не желаю, чтобы человек... А даже завтра, если у вас своих вопросов не будет, я-то понимаю, какие вопросы вас могут интересовать. Я все равно слайды сделаю для Романа. Если у вас своих вопросов не будет, вы все равно заходите, это будет очень интересно послушать. Послушать умного человека. Хотите окружить себя... Ой, нет, хотите быть умным, окружайте себя умными людьми. Хотите быть богатыми, окружайте себя богатыми людьми. По-моему, от Романа тоже слышала такое. Если находишься в окружении спортсменов, через некоторое время сам начинаешь заниматься спортом. Ватсап можно добавить, конечно, телефон же есть на слайде. Если вы находитесь в компании, которая пьет, курит и матерится, то через некоторое время вы тоже будете пить, курить и материться. Либо уйдете из этой неинтересной, неприятной для вас компании. Так ведь? Вот, поэтому мы здесь собрались все единомышленники, мы идем к одной цели, мы хотим улучшить свою жизнь и мы окружаем себя вот такими людьми. Нам приятно, нам нравится. Ну все, давайте вот, я слайд пока убирать не буду, я отключусь сейчас, а вы можете в скайп и ватсап ко мне добавиться. в скайп унижайся. Продолжение следует...